Приветствую вас дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у Аленушки. В этом сезоне вам показывала обзор о своей эпитоге и других растениях, но показывала обзор близко. Рассказывала о сорта сериях, правда не все сорта серии я показала, но сегодня хочу сделать просто обзор общим планом на расстоянии, как это смотрится, друзья. Итак, я хочу в первую очередь показать вам свое обустройство с улицы Зимнего сада. С одной стороны у меня смотрится при входе в Зимний сад вот такая сточка, я надеюсь, что все видно. Солнышко не отсвечивает, у меня здесь посажена лабелия катарантус, но так как в одном горшочке у меня катарантус стал что-то хлорозить, желтеть, приболел, не знаю выживет он или нет, я подсадила сюда одну виору. Лабелия очень хорошо разрослась здесь в горшках, уже свисает, поэтому, друзья, с точкой мне все устраивает здесь. Вот так это все смотрится издалека. В уголку с другой стороны Зимнего сада от двери у меня расположена вот такая вот композиция. Здесь находится большая бочка, где микс из ипомеи батат, плектрантуса и две петунии серии петхуа и опера вайт. Мои растения замечательной формы, хорошо держат вот такую пышную шапочку. На данный момент это серия пиндолина блу. Здесь у меня три вот таких емкости. На дальнем плане это идет все в зону дворика. В дворике пока порядка нет, потому что дворик под навесом, то есть у меня зона под навесом есть. Я только обустроила по передней части полочки, так как у нас идет отделка дома с улицы. И точно такая же конструкция с другой стороны. Полочку вам позже покажу, какие растения здесь у меня. А здесь повторение точно такого же вида растений, как и с другой стороны. И такой же микс. Много пробовала выращивать петуни. Каждый год нахожу хорошую, чтобы для себя серия в синем цвете. Но здесь она даже сине-фиолетовая. Пока что мне очень нравится. Хорошо пышно набитый куст. Очень набитый, друзья. Множество побегов. Вот такое красивое цветение. И точно такое же в каждом горшке. То есть здесь кустики не отличаются друг от друга. Они равномерно растут. И равномерно, друзья, посмотрите, как хорошо цветут пышно. Пока что плетья не свисает. Вот так она вверху держит над уровнем горшка вот такую круглую, хорошую набитую шапку. Посмотрим, как будет развиваться этот сорт дальше в течение всего сезона. И у подножия большой емкости я поставила два вазона с одной. И точно так же с другой стороны. Вот там. Здесь микс из трех видов растений. Калибрахуа, Петхуа серия Петуния и Биденс. Все в желтых оттенках. Получился вот так. Конечно, горшочек я не подобрала белым цветом. Уже было накладно покупать горшки. В этом году и так разорилось на горшках, честно говоря. Ну а теперь, друзья, продолжаю делать обзор, показывать вам обустройство пока что моего уголка, моего будущего зимнего сада. То есть я вам показала вот эту стоечку. И теперь проходим вдоль стенки, с другой стороны. Здесь у меня набор разного вида петуни. Посмотрите, как ярко и красиво смотрится такая дорожка. Сегодня я не буду затрагивать ваше внимание и делать обзор по каждому сорту. Хочу сделать просто обзоры издалека, как это смотрится. Здесь у меня стенка из разного сорта петуни. Поэтому пободробнее будут обязательно другие видео. Некоторые петуни очень пышно, хорошо цветут. Некоторые, вот как вот этот экземпляр, я его только обрезала. Мне не понравилось, как вышли вот такие длинные плети. И даже вот это я тоже, если мне что-то не нравится, я хожу даже на данный момент, корректирую, обрываю. Чтобы в горшочке петуни смотрелось равномерно. Вот так. И не хватило мне емкости, я даже посадила вот такую петуню в строительное ведро. Вот так вот смотрится с другой стороны такая дорожка. Ну а теперь, друзья, переходим вот в этот уголок. Этот уголок в этом году у меня новый. Здесь петуния в розовых оттенках. И мне очень нравится в этом году, как я сделала вот эту красоту. Два вазона от табуреток. В центре вот такая вегетативная петуня, название не знаю. Здесь две оперы у меня. Суприм Пинк Морк. И, конечно, сочетание Изи Вейв розовых оттенков. Вверху тоже в ящике опера Суприм Пинк Морк. Две пеларгонии сюда поставила. И плети свисают в вербейника монетчатого. Смотрите, как это красиво смотрится. Еще сегодня ничего не поливала. Но сейчас солнышко, обед, поэтому вечером будем все поливать. Так как вчера полива не было. Сегодня обязательно надо все полить, друзья. Вот такой уголок. Стол, я думаю, здесь с табуретками очень хорошо сочетается. Вот такая зона, друзья, получилась у нас. Решила пройти сегодня по моей садовой дорожке. Здесь у меня со стороны смотрится вот так дорожка с участка. В два ряда посажена петуния. Не обращайте внимания вот на эту зону. Мы там кладем тротуарную плитку, поэтому еще порядка идеального нет. С правой стороны, конечно, петуния лучше разрастается и ярче смотрится. Может быть, моя ошибка была допущена в том, что надо было... Ну, мне петунги не хватило, но я на следующий год учту. Обязательно надо сажать. И этот ряд, и этот ряд одинаковые петунии, одинаковые сорта. Но так как уже я как-то не спланировала изначально, сделала пять горшков с одной стороны одного сорта и пять с другой другого сорта. И получилось все равно не так ярко, как бы мне хотелось. Поэтому на следующий год обязательно я учту. Надо выбрать яркую петунию. Вот если бы смотрелось вот этот. Здесь сорт Изи Вэй Бургунди... Нет, Изи Вэй Берри Велюр. Если бы была петуния эта с этой стороны, было бы превосходно, друзья. Но я посадила темную, и получилось вот так как-то не ярко, с одной стороны. Здесь меня очень устраивает. Давайте пройдемся по дорожке. Посмотрите, как хорошо петуния. Я в остроге вот от этой петунии. А здесь все же вот такая она темная. Как-то шапочка не так формируется, как у этого сорта. Здесь, конечно, лучше намного. Набитые шапки. Здесь мне все устраивает вот этот сорт. Вот так. Смотрите, как красиво. Хотя вроде бы и сформировалась хорошо. Но за счет темного цвета, если бы в миксе была бы эта петуния, она бы смотрелась ярко. Но пока что я бы не сказала, что я от нее в восторге. Все же другой сорт, более выигрышный. Очень красивые друзья петуния. Не могу даже отойти. Она так ярко смотрится на самом деле издалека. Очень, конечно, я вот в этом году сглупила. Надо было хотя бы из черенков. По два черенка можно было посадить в емку с другой стороны. Но ничего. На ошибках мучимся и каждый год делаем для себя какие-то выводы. Ну и постепенно от одной аллеи мы переходим в зону моего розария. Посмотрите, какая красота здесь. Это та петуния, которая в этом году, мне кажется, по мощности, по росту, по развитию. Она быстрее всех развивается. Это Shock Wave Pink Wine. Очень хорошая петуния. И здесь все одинаковые горшки, 6 емкостей. И не знаю даже, выдержит ли такая петуния, потому что я смотрю, она очень хорошо развивается в объеме 8 литров. Я думаю, что маленький объем надо давать больше. Но посмотрим, как будет в течение всего сезона развиваться эта петуния. Хотела даже ее немного подкорректировать. Как бы немножечко постричь ее. Но решила пока не трогать, друзья. Вот такая красота этого сорта. И смотрится ярко. Хотя цвет такой интересный. Розовая серединка. Глазка более темная. Здесь около этой зоны стоит вот такая самодельная емкость. Она у меня в двух экземплярах. Здесь и с другой стороны. Посажены петуния фотофиниш роза стар. По две штуки. В этом году я хотела закрыть вот эту сетку металлическую и пакет. Сделать их под габионы, как я делала с улицы, камушками. Но уже камушков не хватило. Может быть, на следующий год получится сделать. Но вот эти емкости я их не убираю. Мне не очень нравятся. Конечно, каждый год стараюсь посадить петунию разную. Но сколько бы я лет не сажала, вот 4 года разная петуния. И тайдалы были самые здесь у меня красивые. Но посмотрим, как фотофиниш будет в этом году развиваться в этой зоне. Новую зону горшечного уголка этого сезона я вам уже не раз показывала. Все здесь на месте. Ничего не меняла. Все меня устраивает. Как цветет, как растет. Очень все пышно, красиво. Бочку, которую отделывали сайдингом, тоже очень хорошо смотрится. Вот такая красивая сторона. Со стороны уже участка. Сбоку участка получается. С другой стороны новые зоны. Тоже обновленный уголок. Здесь садовая мебель. Новые вазоны. Еще не так хорошо разрослось, как бы хотелось. Только первые вот эти два одинаковых вазона. Один и с другой стороны другой. Здесь по две петунии. А остальные вазончики, они еще плохо разрослись, потому что посажены были последними. На столике петуния махровых оттенков и также ящиков. Махровые и петхуа. Вот такая фиолетово-синяя. Очень интересная петуния грандифлора. Вот таким краешком, яркой полосой. Махровый цвет. Сам цветок махровый. И посмотрите, как интересно и красиво смотрится такая петуния. Ну а теперь, друзья, я нахожусь со стороны улицы. Вот так со стороны улицы смотрится. Смотрится у меня, потому что два входа. Один вход во дворик, а другой вход уже к дому. В жилище получается. Как хорошо смотрятся все же в этом году вот такие старые бочки. Я их сделала под габионы. Сразу хочу сказать, потому что много поступило вопросов, что за сетка, какой размер сетки, где камни брали. Итак, друзья, старые бочки внутри. Расстояние от бочки до сетки примерно вот такое. Потому что, чтобы уложить камни. Сетка примерно, ячейка идет где-то, они разные у меня, 5х5. Другая есть сетка 5х6. Примерно размер сетки, да? Вот одной ячейки. Вот так. Эта сетка идет для строительства. Кладется такая сетка между кладкой кирпича. Дается в рулоне, поэтому сетку, я думаю, беспроблемно можно купить. А камни, камни тоже, это можно купить такие камни без проблем. Так как эти камни идут для строительства дорог. Там, где приобретаем мы щербенку, щебень, песок, точно так же можно приобрести такие камушки. Вот так смотрится в целом неплохо и красиво. Ну а теперь другая сторона от моего входа. Руки не доходят покрасить лавку в белый цвет. Надеюсь, сегодня я ее все же приведу в порядок. Посмотрите, как тоже великолепно смотрятся вот такие старые бочки. Петуньевое дерево супер разбрелось. И моя любовь в этом году, это, конечно, микс. Это вот самые мои в этом году понравившиеся для меня те растения, которые я вот с большим удовольствием на них смотрю. И вижу, что я правильно сделала. Вегетативную питунью из серии «Ледяное небо» и «Оперу вайт», друзья. Здесь три одинаковые емкости с одинаковой питуньей. Великолепно смотрятся, друзья. Очень ей понравились. И не знаю, камера передает или нет. И издалека вот такие белые камни. Они очень хорошо смотрятся на фоне вот такой темной насыпи камней. Здесь по прямой я сделала один сорт и на лавке, и по бокам. Здесь питунья «Фотофиниш Роза Мор». Тоже мне очень нравится. Яркая питунья. Ничуть не потужила, что я ее сюда посадила. Тоже смотрится очень красиво. И бочки, и дополняет верх лавки. Так что, друзья, вот такой уголок здесь получился. Это со стороны улицы. Надеюсь, когда все разрастется, это будет, наверное, середина июля, будет смотреться намного-намного краше, друзья. Друзья, конечно, сейчас я снимаю в солнечную погоду. Ну, яркое солнышко, день. Хочу показать переднюю часть моей полочки. Это питунья «Изивая Сильвер». Она очень красиво смотрится. Посмотрите, какая красота. Здесь у меня корзины. Но немного отсвечивает от моего навеса гранатового цвета. Поэтому истинный цвет этой питунь, друзья, не передается. Ну, смотрится в реале очень красиво. Здесь я заднюю часть вам не показываю, потому что здесь у меня разбардак идет вот такой. Жду пока, делаю стенку, чтобы поставить на место мой комод с цветами. Очень хорошо, что я разместила один и тот же сорт на полке. И очень довольна в этом году полочкой. В прошлом году у меня на каждом проеме висело по два горшка. В этом году я разместила по одному горшку Opera Red. Пропустила вам красоту, потому что здесь у нас идет по переду полочка с этой стороны. И заканчивается она вот такой красотой. Этот сорт называется Tumbellina Diana. Посмотрите, какая прекраснейшая вот такая красота, друзья. Махровые белые цветоносы. Мне очень понравился этот сорт, вегетативный сорт. Постараюсь сохранить его на фоне синей пиндолины. Просто красотка. Сегодняшний обзор я хочу закончить вот такой красотой. Это Микса, Колиуса, Пелея и мои корзины, друзья. Питония, Фректрантус и Ипомея-Ботат. Понравилось, друзья, видео? Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю мира, добра, здоровья. До новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока.